Итак, вопрос от Леонида, нашего постоянного зрителя. Приветствую, Борис, и вновь вы оперативно перехватили планируемый мною вопрос, подробно рассказав во вчерашнем ролике про новые хотелки приблотненной подмосковной крысы. Скажите лишь вскользь, вызвано ли активное шуршание в крысином кодле тем, что стая учуяла, что яды, которые готовятся на швейцарском форуме мира, а также новые финансово-экономические санкции США имеют пролонгированное действие и процесс внутривидового поедания уже близок. Спасибо. Спасибо, Леонид, за такой прекрасный вопрос. Лучше всего на этот вопрос ответил премьер Нидерландов, господин Рюте. Рюте, он сказал следующее, щити, ну, переводя дословно, дерьмовые предложения Путина говорят только о том, что у него паника, и это очень хорошо. Значит, что за предложение он имел в виду? Я записал подробно ролик по этим предложениям. То есть Путин фактически предлагает Украине завершить войну следующим образом. Полностью выводим войска из четырех областей, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Полностью. Не там, где сейчас войска, а вот полностью. И гарантируем, что Украина не вступит ни в какой военный союз, ни в НАТО, ни в какой другой. И тогда вот он, Путин, смилостивится и начнет переговоры. Естественно, это полнейший бред абсолютный. Ну и у Путина тоже, в принципе, это прекрасно понимают, что никто даже рассматривать такой вариант не будет. Поэтому Лавров сказал, что мы, значит, наше предложение распечатаем, отправим нашим партнерам. Каким партнерам, я не знаю. То есть они хотят Западу вот эту историю. Ну там на саммите мира уже многие высказались по поводу этого бреда. И да, действительно, это очень похоже на то, что, во-первых, Путин вылез перед саммитом мира. То есть он прекрасно понимал, что задача там дискредитировать это мероприятие не прошла. Кстати, друзья, я вам сейчас один такой интересный момент расскажу. Видео, которое я записывал по саммиту мира, там в комментариях какой-то вообще одищи творится. Ну то есть не самое большое по просмотрам, но комментарии там просто. Вот последние часа два боты российские волнами набегают. Да кто там был, там никто не приехал, Украина сдавайтесь там и так далее. То есть у них, по-моему, задача такая автоматизированная. Лупить все видео с саммитом, не важно, что там говорится про саммит. Ну в общем задача просто написать, что это Украину никто не хочет, там три коллеги приехало и так далее. Ну в общем у них такая задача, поэтому ну штук 200. То есть я часть комментариев оставляю, ну дабы было видно, как они работают, российские боты. Но большинство из них выжигает модератор, отправляет их в бан, потому что ну большое количество тоже они там дрянь напишут, нормальных комментариев не можешь почитать. Ну в общем вот так. То есть это мероприятие, я сейчас не про то, чем оно закончится или какие там достижения, а само мероприятие оно сильно не понравилось в Российской Федерации, поэтому вот они так себя ведут. И да, новые санкции, Леонид, вы абсолютно правы, новые санкции, они крайне неприятны для России, особенно когда ударили по Мосбирже, то есть неожиданно, поговаривают, что это из-за того, что Путин решил вдруг за ним и Медведев раздавать оружие кому не попадя. Помните, он сказал, что мы дадим тогда там куда-то оружие, они будут бить по вашим базам на Ближнем Востоке или еще где-то. Ну вот тебе показали, значит, кто где кого будет бить. И, ну, ситуация крайне неприятная для Путина. Он-то думал, что, в принципе, Украину уже все, ну, списали, а тут получается, что наоборот, дальше Запад идет и снимает запреты на удары по российской территории. И я думаю, многие, вот особенно кто живет в Украине, прочувствовали на себе, как участились тревоги, и как Россия просто до иступления пытается атаковать аэродромы украинские, то есть чуют, что где-то что-то скоро будет и пытаются уничтожить инфраструктуру. Ну, наверняка читаете там вот телеграм-каналы, особенно когда ракеты-шахеды летят, на Старкон полетела там и так далее. Ну, то есть россияне просто с цепи сорвали. Ну, они и так, в принципе, давно уже с нее сорвались, но, в общем, вот так. То есть Путина сильно это беспокоит. Поэтому вы абсолютно правы, Леонид, что это вот похоже на задергалась крыса, как говорится, как свинья на веревках задергалась. И да, вы абсолютно правы. И яды, и по активам российским для них неприятная ситуация. То есть я говорю о том, что прибыль с российских активов будет передаваться Украине. пробили таки эту стену. Но, кстати, речь не идет. Я уточнил, речь не идет о том, что российские активы замороженные совсем не трогать. То есть до них доберутся потом. Это, знаете, постепенно кожу с Путина будут снимать. И он так проговорился, интересно, на вот этой встрече с МИДом, что, мол, вот пусть они актив только тронут, оттуда уже у них золото из депозитариев вытягивают, вытаскивают. Совершенно верно. Почуяли, вытягивают, вытаскивают, только вытягивают, вытаскивают подсанкционные российские различные персонажи или те, кто потенциально может попасть под санкции. Поэтому боятся. Ну, в России никто держать не хочет, естественно. Поэтому чуть что-то к денежку сразу в Европу. В Европу, а тут, видите, какой прецедент. И активы российские заморозили, и прибыль с них будут Украине передавать. Поэтому, ну, решили, наверное, там в какие-то другие юрисдикции, где-то в Китае. В Китае, кстати, это мне рассказывали, существует целая программа для вот таких мутных денег. Ну, то есть, условно говоря, хочешь спрятать денежку, инвестируй, будь добр, там, купи каких-то помещений, несколько тысяч, влей денежку в строительство китайское, и тогда тебе, значит, партия, партия тебя прикроет, спрячешься там. Я думаю, что и Лукашенко уже давно там договорился. Не зря его сынок в Китае длительное время провел и учился. Субтитры создавал DimaTorzok